Привет! Стадионы все строится и строится. Там, где когда-то не хватало хороших футбольных полей, сейчас их предостаточно. Сегодня я тебе расскажу о пяти стадионах, которые скоро построят. И для этого мы с тобой стартуем в будущее. Субтитры сделал DimaTorzok Будущее начинается сегодня во Франции, в городе Клермон-Ферран. На местном стаде Габриэля Монпье уже давно существует одна арочная трибуна, из-за чего перестроить другие достаточно сложно. Даже если учесть факт того, что об этом начали говорить еще почти 20 лет назад. Ну и вот только в 2018 году дизайн-проект получил одобрение. А в 2022 году должны начаться работы, которые закончат в 2025. За последние годы на матчи Клермон-Фуд приходило в среднем 3000 человек. А сейчас клуб вышел в Лигу 1 и сразу посещаемость перевалила за 11. Так что вместимость нового в 30 тысяч человек не помешала бы. Осталось только не вылететь за это время. Стадион по итогу получится очень продуваемый. Но главный его плюс, что он мало чем похож на другие стадионы. Осталось только реализовать, и на футбольной карте появится еще один интересный стадион. Перемещаемся в Чехию, где с хорошими стадионами совсем туго. Но походу один неплохой в скором времени появится. Градец Краловер. Его построят именно здесь. О новом стадионе, как и принято, говорили долго, нудно и усердно. Годы шли, концепция менялась. Пока ее не утвердили в этом году, оставив главную изюминку. Мачта освещения, которая напоминает леденцы. Сейчас ведутся работы по сносу старого все-спортивного стадиона. Новый же должен быть готов в 23-м году. Но вмещать он будет совсем немного. 8 тысяч человек. Но для Чехии это все равно круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Словацком Тренчине скоро достроят компактный стадион на 10 тысяч человек. Здесь, как и во многих других случаях, стадион строят поэтапно, трибуна за трибуной. Главным вдохновителем для этого проекта является Мол Арена, с которой вы уже знакомы по географии на канале. Но в принципе этого можно было ожидать, ведь проектировало стадионы одно и то же архитектурное агентство. Стоимость строительства готового сооружения выльется по итогу, по крайней мере должно, в 41 миллион долларов. Ну и закончить тоже должны в следующем году. Неужели и в Словакии будет стадионный бум? Закончим сегодня в Англии. Два последних стадиона из будущего. Первый появится в городке под названием Southend on Sea. Да, Southend на море, если дословно. Здесь очередной долгострой. Точнее, к нему даже не приступали. Идея строительства появилась еще в 2006-м. А ВОЗ и ныне там. Очень долго не могли определиться с концепцией стадиона. Заявки одну за другой отклоняли, пока их количество не достигло 13 штук. А клуб все это время продолжал играть на стареньком Ротс-Холл. Наконец, сейчас концепт утвердили. На стадионе, прям строят в одну из трибун, будет находиться порядка 850 жилых квартир. Ничего себе задумка, да? Новый стадион должен вмещать 21 тысячу человек. Но есть одна проблема. Southend United в последнее время очень плохо играет. В этом сезоне они свалились в пятую лигу Англии. И пусть власти хоть и заявляют, что это никак не повлияет на решение о строительстве нового стадиона. Все все понимают. Тем более, никаких либо дат несметной стоимости до сих пор тоже не обозначено. Жаль Southend, но новый стадион походу придется тебе еще подождать. Ну или начать хотя бы получше играть. Ну а сейчас в лутом. Где в 2024-м обещают открыть новый стадион для местного футбольного клуба. Но стоит ли этому верить? Ведь по первоначальным планам стадион должны были открыть еще в 2020-м. Хоть и с опасением, но болельщики смотрят на всю эту ситуацию с оптимизмом. Архитектурная концепция не вызывает открытого восторга. Но обычно стадионы Англии это больше о футболе и атмосфере, нежели о всяких красивых фантиках. Поэтому нужно надеяться, что планы воплотятся в реальность. Единственное, пока не понятно, сколько же будет вмещать этот стадион? Первоначально планировали, что 23 тысячи, но сейчас, исходя из транспортных соображений, вместимость могут сократить до 17 с половиной тысяч. В любом случае, скоро узнаем. Начать должны уже в следующем году. Ну и на сегодня о стадионах будущего все. Настало время вернуться в настоящее. Подписывайся на канал, комментируй и клацей колокольчик. Скоро вернусь. Не забывай меня.